Ты предприниматель? Хочешь расширить бизнес и взять кредит? Получи поручительство фонда и заверши сделку с банком. Гарантийный фонд Ростовской области. Самое время для местных новостей. В студии Каролина Стрельцова. Здравствуйте. Пусть всегда будет мир. Пока в Москве проходили торжества к 75-летию Победы, в Каменске-Шахтинском дети рисовали парад. В пилотках и с огромными бантами, в стилизованных под военную форму костюмах и шикарных бальных платьях. Они читали стихи, пели и рисовали на асфальте мелом. Мы эту победу вовек не забудем. Пусть мирное солнце сияет всем людям. Пусть счастье и радость живут на планете. Ведь мир очень нужен и взрослым, и детям. В одно мгновение некогда серые дорожки детсадовских площадок расцвели благодаря фантазии малышей и помогающих им взрослых. Это отражение того, как наши дети представляют мир. Мир в глобальном смысле. Он для них радостный и солнечный. И мир, когда нет войны. Он тоже радостный и солнечный. В нем цветы, шары, игрушечные, совсем не страшные танки и самолеты. Этот самолет советский. Этот самолет называется истрепитель. Он защищает нашу страну. Меня зовут Богдан. Мне 5 лет. Я рисую танк, чтобы защищать родину. Разноцветный мир этих детей и защищали прадеды. Чтобы они могли вот так, беззаботно, непринужденно, с детской непосредственностью рассуждать о том, чего не видели и не знают. Но, заметим, и эти маленькие россияне каким-то невероятным чутьем угадывают, что выученные строчки про войну – это важно. Что все это нужно. Что все это их история. Каменские школьники в этот день собрались у вечного огня. 12.00 по местному времени. Белые шары плавно взмыли в небо и были подхвачены ветром. Голуби из раскрытых ладоней закружили над памятным местом, где всегда в нашем городе вспоминают героев той войны – живых и оставшихся лежать на полях сражений. В это же время прозвучал гудок из автомобилей, автобусов и других транспортных средств каменчан. Они присоединились к еще одной акции – «Звон Победы». После окончания Парада Победы на Красной площади одновременно во всех городах страны в течение одной минуты прозвучал этот гудок. Он – символ приверженности общему делу – делу мира. Лариса Алташкина, ТРК «Каменс.ТР». Специально для программы «Время местное». Долг офицера выполнил до конца. В Каменске открыли мемориальную доску Герою России Игорю Яцкову. Подробнее в репортаже наших коллег. Мемориал воинам-интернационалистам, расположенный на площади труда, пополнился новой памятной плитой. Она была установлена городским советом ветеранов войны и труда в рамках реализации социально значимого проекта «Дорога памяти» и посвящена уроженцу нашего города Герою России Игорю Владимировичу Яцкову, который погиб, выполняя свой воинский долг в Чечне. На реализацию проекта оказывала наша администрация города. И мы, администрация города, за это благодарны, потому что мы смогли в этом году уже сделать и памятную плиту на площади труда о численности погибших воинов за город Каменск и увековечить память нашего Героя России. Известно о Герои совсем немного. Игорь Владимирович родился 21 июня 1972 года в Каменске-Шахтинском, в органах государственной безопасности с декабря 1996-го. Последний бой капитана Яцкова состоялся 11 января 2000 года в Чеберлоевском районе Чечни. Информацию тяжело, потому что он служил в ФСБ. Ну, как написано, короткие и скупые слова, при нападении на колонну отражал от боевых товарищей. Я так думаю, контрразведчик просто так, медаль Героя России не получил. Была очень большая, наверное, операция. Я думаю, погиб он не просто так, защищая товарища. От лица родственников я, конечно, хотела поблагодарить администрацию и всех тех, кто занимался и поисковой деятельностью, и тех, кто воплощал память в этот памятник, который мы видим. Да, конечно, мы не узнаем там правды, возможно, никогда, но это важно не только для родственников, это важно для нашего подрастающего поколения, и чтобы они поняли, что мы должны себя вести так мирно и так строить политику государства, чтобы таких погибших было как можно меньше в наше мирное время. А в Донецке представители местной администрации и городской думы пришли в гости к ветерану, устнику концлагеря. Свергун Иван Калиникович родился в 1927 году. Когда началась война, ему было 14 лет. Он рассказал историю о том, как война постигла его жизнь, о том, как побывал в плену и был на грани жизни и смерти. И там лагерь, концлагерь. Завезли нас туда и написано, смотрю, вишки там, четыре вишки кругом, значит, и наблюдается автоматами. И написано на воротах, добро пожаловать, по-русски написано. Приходили покупать нас. Один, значит, шеф приехал и забрал нас. 75 человек купил. Работа была вот эта. Торф разрабатывали, резали торф для топки. И разные там столбы таскали. Я как начал столбы эти таскать, а силенки-то нет, и что пацан, оно по три метра бревно. А так меня тяжело. Думаю, ну, не дай богу, погибну. Несмотря на все тяготы, Иван Калиникович выжил, стал настоящим героем нашей родины. Из вашего рассказа мы делаем выводы и себе ставим цель, как нужно жить. И какие подвиги нужно совершать. И несмотря ни на что, идти вперед, вперед и вперед. И дорожить каждым днем и вот этим маленьким черным кусочком хлеба. Это история, которую мы должны знать и передавать из поколения в поколение. Алексей Масленников специально для программы «Время местное». По результатам областного конкурса Сальск получил возможность реконструировать городской парк. Что в нем изменится и когда парк откроют, смотрите в сюжете. Техника уже работает в парке. Строители демонтируют старое покрытие. Асфальт и плитку заменят новой, не скользкой. Высокие клумбы уберут, сделают плоскостные. И фонтан будет вровень с плиткой. Чаша уберется, фонтан будет плоскостной. Ну, если вы видели, как в Ростове на набережной, где плоскостной, а фонтан у нас из которого будут бить струи воды. Территория танцпола станет большим. Сцену чуть развернут, скамьи поставят полукругом. В одной из теплиц будет открытая для посещения оранжерея. Детскую игровую площадку обновят. Рядом установят рампу для скейтеров. Появится и скалодром, площадка для занятий физкультурой. Проектом предусмотрен снос 81 дерева. Но в условиях жаркого лета этого допустить нельзя. Их оставят на прежнем месте. Было принято решение с Центра компетенции в Ростове о том, что деревья не убирать. Я лично с главой Борисенко Евгения Николаевича. Мы ездили в Ростов, где нашли общий язык, понимание. И сейчас меняем генплан. Живое дерево ни одно не попадет под снос. По условиям контракта завершить работы должны до 1 ноября 2021 года. В подрядной организации разработан план график работ, по итогам которой завершение работ планируется осуществить в декабре 2020 года. Реконструкцию проведут за 81 миллион рублей. Срок работ сократили на 10 месяцев. Но каким будет качество? По словам представителя заказчика, фирма серьезная. На объект зашла со своей техникой и работниками подвезти не должна. Галина Соколова, Артем Мирошников. Специально для программы «Время местное». А в селе Развильном Печенокопского района вовсю кипит работа по капитальному ремонту Центральной площади. Напомним, что в нашем районе сразу 4 сельских поселения участвуют в программе «Комфортная городская среда». В селе Развильное проходит реконструкция Центральной площади. Масштабные работы начались весной этого года. Уже сделаны перголы. Две перголы будут установлены там, где танцплощадка. Букроссинг будет установлен, качели изготавливаются. В этой части будут две качели установлены, лавочки. В проект входит не только ремонт самой площади, установка сцены, фотозоны. Но также будет произведено обновление зеленого фонда. Озеленение будет достаточно крупным. То есть 40 большимеров деревьев, более 2000 многолетников кустарников, многолетние травы, кустарники. Будет красиво. Ремонтируют и памятник Владимиру Ильичу Ленину, который находится в самом центре площади. Реконструкцию делают по фотографиям 60-х годов прошлого века, восстанавливая его первоначальный вид. Постамент в очень плохом состоянии. Долгое время он не ремонтировался. Мы нашли фотографии 60-х годов, где памятник и трибуна выглядели очень хорошо и очень достойно. И вот сейчас мы восстанавливаем так, как он выглядел. Вот еще я бы хотела сказать по памятнику. Вот здесь захоронены казненные красногвардейцы. И перезахоронены воины Великой Отечественной войны. То есть сейчас этот комплекс в стадии реконструкции. Будут установлены надгробные камни в тех местах, в которых люди и похоронены. То есть это ничего не забыто. Все будет сделано. Поставим также с фамилиями плиты, чтобы было видно, кто похоронен, за что, при каких обстоятельствах здесь это было. По новой площади жители и гости села смогут пройтись уже в этом году. Работы полностью должны быть завершены до 1 декабря. Михаил Игнатенко, Евгений Трачук. Специально для программы «Время местное». Как красносулинские казаки президентский грант выиграли и на что его потратят, узнала Юлия Кручинина. Вместо пустоши новая спортивная площадка. Теперь вести здоровый образ жизни жителям Хутора Платова будет комфортнее. Работники казачьего общества «Красносулинский юрт» предоставили свой проект «Территория спорта», который выиграл президентский грант Единого фонда, став первым победителем по Красносулинскому району. Это проект на установку антивандальных тренажеров для детей казачьей школы Платовской на территории Ковалевского сельского поселения в Хуторе Платова. В настоящее время ведутся организации фондового договора и установление всех документальных норм. После установки спортивной площадки, в которую войдут 9 тренажеров, планов у организаторов открытие футбольных и волейбольных секций при школе, где учатся порядка 200 казачат. Из целевого финансирования на проект выделено 495 тысяч рублей. Срок его реализации рассчитан на полгода. Программа направлена на пропаганду здорового образа жизни детей. Ведь привлечение молодежи в спорт – беспроигрышный залог процветания страны. Давным-давно уже сотрудничаем с Сулинским юртом, участвуем во всех соревнованиях, проводимых казачеством. Потом у нас довольно большая школа, у нас 200 детей прекрасных, которые достойны этой площадки. И реализуя указы президента, наконец-то мы будем находиться в равных условиях с городскими детьми. То есть, наконец-то и на село пришло то, чего давно мы ждали, скажем так. Поэтому мы очень рады, мы очень довольны. Фонд президентских грантов проводит конкурсы среди некоммерческих неправительственных организаций. В 2019 году общая сумма финансирования фонда составила 8 миллиардов рублей. Юлия Кручинина, Николай Панарин, Дмитрий Соболев. Специально для программы «Время местное». На сегодня это все. Мы желаем вам только хороших новостей, о которых с удовольствием расскажем в нашей следующей программе. Берегите себя и своих близких. Встретимся во вторник на этом же месте в это же время. Время местное. Ты предприниматель? Хочешь расширить бизнес и взять кредит? Получи поручительство фонда и заверши сделку с банком. Гарантийный фонд Ростовской области.